Всем привет от нас с Риной. Сегодня мы хотим вам вместе рассказать о том, какие куклы Барби есть в нашей коллекции, в моей коллекции. Безусловно, это сама Рина, мини Марина. Это кукла, которая представляет версию меня в этой коллекции, мэтр нашей коллекции. И мы с ней покажем вам остальных кукол, которые у меня есть. Я решила начать с кукол, которые по хронологии, вот так скажем. Те, кто смотрел мои видео на тему, как я бросила коллекционирование на 10 лет, уже знают кукол, которые у меня были в тот период. Сегодня я начну по хронологии появление кукол, уже когда я решила снова заняться коллекционированием кукол. Но хочу вам сказать, что я не решила заниматься коллекционированием кукол. Оно случилось как-то так само. Я уже не помню, каким образом. Может быть, из-за дочкиных кукол стали появляться мне видео коллекционеров, и как-то так снова семечко коллекционеры стали снова прорастать. И я начала смотреть, какие куклы сейчас Барби есть для того, чтобы приобретать их, возможно, дочкам. От дочек я узнала о коллекции BMR, и они очень хотели кенов, и они у нас поселились. И теперь, так как я уже говорила, что дочери у меня уже не играют, то кены, они теперь в моей коллекции. Вот. И сейчас они вот тут у меня стоят. Так вот в бэкстейдж, подоконник, который заставлен куклами. Вот. Сейчас мы с Риной покажем. Я подробнее расскажу про Рину после того, как дойдет ее хронологическая очередь, поэтому сейчас я ее пока что не подставлю. Будет она меня вдохновлять. Итак, начнем. Значит, про хронологию самой первой Барби была та Барби, про которую я уже рассказывала в предыдущем видео. Эта, которая сейчас живет в образе русалки. Бедняжечка со сломанной головой. Детки мои ее сломали. И она теперь живет у меня в образе русалки. Хвост я и делала сама, конечно же. по мастер-классу одной крупной американской блогерши, Фроги Ставф, ее канал называется. И это из горячего клея. Блестки я делала из, в общем-то, гель-лак. Гель-лак с блестками. Вот. Долго на ней не в общем становятся. Потом второй Барби, именно Барби из моей коллекции, это была вот эта, Барби. Большое спасибо подписчице, которая написала мне в комментариях под предыдущим видео о том, что это Барби топ-модель какая-то там Милан. Вот. И да, когда я прочла это название, я вспомнила, что продавец говорила мне, что это Барби Милан. Кстати, вот со временем у нее там есть немножечко однобровка. Как-то, в общем, она немножечко потерялась. Потерлась и затерлась, может быть, от волос. Ну, в общем, Барби топ-модель. Она живет на своей родной подставочке. Это Барби номер два. Следующая Барби. Это Барби, доставшиеся мне от моих детишек. Это Барби Дримтопи. Простенькие Барби. Вот одна из них с розовыми прядками. Вот у нее розовые прядки. Ее прекрасное личико. Она в целом хорошо сохранилась. Вот. Вот здесь вот, видимо, какая-то погрызанная рука у нее. Не знаю, видно, нет. Ну да ладно. В общем, она живет в моей коллекции. Я не могу выбрасывать кукол. Мне их жалко, и я их, в общем, любовь на берегу. Следующая это тоже Барби из серии Дримтопи. Она у нас в образе феечки, но у нее есть еще русалочий хвост. Вот такие у нее там туфельки красивые. Чудом просто уцелевшие туфельки. Дети обычно туфли разбегаются в первую очередь. И только половник от хвоста потерялся, поэтому в образе русалочки она у меня не стоит. Хотя я бы, как ярый фанат русалок, я бы ее предпочла держать в образе русалки. Следующие куклы, которые у нас поселились, это сначала появилось у старшей дочки, потом мы подарили, не мы, а нашей дочери младшей подарили. Значит, естественно, знаменитый Барби Йога. Ну, кто не хочет супер шарнирную Барби? Вот. Это мини-версия моей старшей дочки, скажем так. Они подбирали кукол, безусловно, похожих на себя. Поэтому мама тоже далеко не ушла, когда сделала себе кукол Курина. Вот. Мне очень нравится эта кукла, о сочетании ее смуглой кожи и смуглых... Ну, не смуглых, а таких темных каштановых волос. Так. И вторая девчонка, которая появилась, это вот такая блондиночка. Тоже вы все ее знаете. Блондинка на Милле. Вот. У нас одна дочь светловолосая, а вторая дочь темненькая, смугленькая. Поэтому куколки вот такие. Вот. Тоже их откладываем. Ну, и следующая у нас появилась. Вот эта замечательная девушка. Это моя старшая дочь. Очень ее хотела. Она ей очень понравилась. Мне очень нравится цвет ее глаз. Вот у нее... Дочка ей не играла. Поэтому у нее в идеальном состоянии волосы. Она роскошная просто. Вообще гриба. В общем, кукла очень и очень классная. Хотя мне самой молд Скипер не очень нравится. Чисто, возможно, из-за художественного взгляда меня смущает ее... Здесь пропорция ее лица. У нее как будто бы мало подбородков. Так. Ну, это мелочи. Следующие. Вот. Следующие у нас были Кены. Потому что вот этим двум красоткам, конечно же, нужны были парни. Поэтому у нас появилось на Новый год от Дедушки Мороза. Вот вам, брата-близнеца. Вот. Кенов было в той коллекции, я не знаю, один, два. Но, в общем, тем не менее, дети мои решили, что им нужно два одинаковых. Ну, точнее, старшая выбрала себе, а младшая захотела такого же. Поэтому у нас есть два парня. Возможно, одного я пущу под ООАК. Очень интересно. Я видела очень крупные переделки этих ребят. И мои художественные руки очень хотят попробовать что-нибудь сделать. Вот. После Кенов. Раз уж мы коснулись Кенов, то вот один из Кенов еще из первой волны моего коллекционирования. Не очень выходит с хронологии, но да ладно. Это Принц. И он с ООАКом, конечно. Принц, он еще продавался в наборе с пуантами для, кажется, 12 процессов. Вот все эти пуанты до сих пор валяются и живут в коллекции. Он снимался в фотоисториях. И, в общем, он был Барби, одной из главных героев истории. У меня какой-то съемочный заговор, потому что держатель на кольцевой лампе постоянно выталкивает телефон. И я говорю-говорю про куклу, а телефон бах и падает. Хорошо, не на пол, а на стол. На том спасибо. Следующая Барби в моей коллекции стала Барби, которая была моей второй покупкой в новое волну коллекционирование. И это самая большая детская мечта. Это та самая Барби девяностых из журнала Панини, которая была на обложке. Барби Сикрет Хартс. Я нашла ее не новую. Она БУ. У нее и платье такое не сильно белоснежное. Немножечко сероватость отдает. Хотя я его пыталась стирать не сильно усердно, потому что у нее так обсыпавшиеся блестки. Волосы у этой девушки прекрасные. Украшения все сохранены у нее. И она все равно невероятная красавица. Несмотря на ее почтенный возраст, она очень-очень красивая. И это замечательная моя прекрасная детская мечта. После нее перед ней была куплена вот эта красавица. И она была первой покупкой в мою новую волну коллекционирования. Мой подарок на 35-летие от мужа. Она была энерфиби. Блистер у нее был уже такой желтый. И вот девушка 31 год находилась в коробке. Бедолага. Вот. В общем, эта девушка, она красавица. Она звезда коллекции. Вот. И она тоже была моей мечтой. Она была в книге про Барби. Барби в России эта книга называлась. И я смотрела на нее и просто сходила с ума от того, какая она праздничная. Она невероятно искрящаяся на новогоднем столе. Если ее поставить, то она затмевает елочку и все остальные новогодние украшения. В общем, она такая красавица. Отставила ее в сторонку. И еще одна Барби 90-х. Моя случайная вообще покупка. Однажды я зашла на Авито, пока ждала одну из этих кукол. Кажется, когда я Secret Heart ждала. И увидела, что в моем городе за очень небольшие деньги продается вот эта Барби School Time. 1994 года. В идеальнейшем состоянии. Она просто идеальна. У нее прекрасное состояние волосы, макияж, сохранены все аксессуары. Вот, кажется, только кеды у нее заменены. Вот. И я не удержалась и взяла ее. Такая красавица. Вот. Потом следующий. Вот я сказала, что у меня три Барби 90-х. Я все время забываю про следующую девушку. Но это потому, что она гибрид. У нее голова Барби 90-х. А туловище у нее made to move. Вот. И это Барби... Барби... Барби Сан Джо, кажется. А вот я подзабыла сейчас. Она в оригинале идет с прямыми руками и в ярко-розовом купальнике. И там вся серия. Они все вот такими кристаллами. На купальнике у нее крупные кристаллы. Я еще очень хочу ей сшить купальник. Который будет напоминать ее родной купальник. У меня уже есть ткань для него. И как раз я планирую сшить. И есть даже похожий декор. Только другого цвета. Не белый. Никак не хочет на ней фокусироваться. В общем, да ладно. У нее прекрасные, шикарные волосы. Единственное, что они распрямились. Прическу я немного другую забыла. Вот. Платье шила я. Но оно такое. Не очень, скажем. Мне нравится, как на ней сидит. Но, тем не менее, пока это лучшее из того, что мы имеем. Чтобы она могла носить. Вот. Таким образом, у меня 4 Барби 90-х. Вот. Потом. Следующая. Следующая как раз была у меня Рина. Вот. Мне очень захотелось сделать куклу Миния. Идею я посмотрела, опять-таки, у этой американской блогерши. Она выкладывает мастер-классы по всякому крафту кукольному. И даже есть у нее видеоистория с куклами. И вот у нее там есть мини Тойя. Самая девушка зовут Тойя. И у нее есть мини Тойя. И я захотела мини Марину. Я выбирала неделю куклу, которая подходит. Ну, безусловно, в идеале не подберешь. Потому что с такими темно-русыми волосами, средне-русыми, очень сложно найти куклу. Ну, и я подобрала, ну, в общем, где-то такой приблизительно похожий, особенно когда на солнце, цвет, когда мои волосы погорают. Вот. Значит, это Барби Йога Пышка. Так называемая, да, Кёрли. Я внесла правки в цвет ее глаз, чтобы они у нее чисто-чисто серые, такие тепло-серого оттенка. Я сделала их более синими такими серо-голубыми. Вот. А потом, что еще ей изменило? Ну, безусловно, мои девушки с татуировками. Вот. Вот мои. И, собственно, мини-версия ее татуировочек. Точно так же здесь у нее медузка, здесь у нее русалочка. Причем это не первая и последняя версия. Несколько раз мне пришлось переделывать. Они стирались или слишком грубо была на ней. И я их переделала после того, как приобрела Клир. Все стерла и вот на Клире уже наконец-то сделала. Особенно затык вот здесь, вот здесь, где шарниры. У нее другой пластик, он более скользкий. И вот с него как раз все сковыривалось. У нее так же, как у меня, есть татуировка вот здесь. И еще у нее на пояснице татуировка. В общем, раз это мини-версия, у меня я уж насколько получалось точно, настолько ее сделал. В общем, у нее есть несколько нарядов, которые как у меня. Если вы посмотрите видео шортс, то там есть шортс, который показывает наши одинаковые наряды. Вот такого только там нет. У меня есть такое платье. Правда, я себе его шила, как такой домашний летний сарафан из оставшейся ткани. Вот выкрик построила сама, только верх лиф я взяла с готовой выкрик. Вот, потом у нас и одинаковые футболки с принтом русалки, которые как раз с прошлого видео. Что у нас есть одинаковые платья из одной и той же ткани. Ну, в общем, плюс-минус. Первый наряд я делала специально, чтобы были одинаковые. А потом дальше уже получалось так, что просто ткань оставалась у меня. Я иногда себе шью. Оставалась ткань, как бы, а ей нужна была одежда. Потому что пышку она у нас первая и вообще не во что было надевать. Вот, значит, закончим с Ириной. Следующая после Ирины у меня случилась вот эта. Вот эта пышка. На примере пышки я вообще влюбилась в пухлых кукол. Но на самом деле, если посмотреть объективно, они нормальные среднестатистические люди были бы, если бы их увеличили. Вот, например, made to mousse мне кажется уж очень сильно худенькими на их фоне. После них, вот. Ну, и я сама девушка не очень этого, не аскетического телосложения. Поэтому я хотела более крупненькую куколку. Вот. Но и в целом я прям очень сильно полюбила этот тип тела пышка. Они такие пикантные девчонки. И мне очень нравилось вот это. Мне очень нравятся ее ямочки на щечках. Конкретно у этой куколки мне нравятся ее сиреневые глаза. Потрясающие. Многих напрягает выбритый висок. Мне, честно говоря, нравится. Цвет волос у нее классный. И вообще мне эта девчонка очень понравилась. Я еще не переодевала, образ ей не меняла. Не знаю, буду ли. Вот. Ну, в общем, она стала следующей после рели. А потом мы уже подошли к концу. Недавно так случилось, что я получила репост сообщения, знакомое о том, что продают мешок кукол за 500 рублей. Вот. И в этом мешке кукол лежали все куклы оригинальные. Там была Барби, там была Келли, там был Кен, Скипер и диснеевские Анна и Эльза. В общем, я его не могла не взять, я взяла. Вот. И в нем, значит, этот пакет кукол, он был, естественно, после ребенка. Но, на удивление, многие куклы были в отличном состоянии. Вот. Если взять вот эту куклу в прекрасном состоянии. Здесь у нее фиолетовые волосы. Единственное, что у нее раскосые глаза. И пока я раздумываю, возможно, я сделаю ей ОАК. То, что волосы не нравятся, качество волос, и тело сносно для того, чтобы стоять на полочке. Вот. Но это же лицо мне нравится, если бы не чутка раскосые глазки. Вот. Это одна из тех куклов. Потом там была очередная Милли. У всех должно быть по Милли. Вот. Она сохранилась в платье, в туфлях. Понятия не имею, родные ее или нет. У нее были плохие волосы, затрепанные. И, когда я начала их мыть, я поняла, что там бутик клей, как у монстряшек, ну, как у многих мотеловских. И мне пришлось трижды отмывать, присыпать это все тальком. Ну, более-менее мы справились. Вот. Может быть, она такая останется, но, скорее всего, она будет ОАК. Вот. Вот. И последняя девчонка. Сейчас расскажу историю. Вообще, этот пакет я захотела взять после того, как увидела на фотографии именно ее. Как я сказала, что мне не очень нравится молдскипер, но конкретно эта девушка очень необычная. И я видела на Авито куклу. Долго она мне лежала в корзине, но так и не набрала на нее денежку. Она чуть-чуть превышала тот лимит, который я обычно привыкла тратить на кукол. И это была эта скипер, которая была фасажена на тело Мэйтун. Это очень было необычно. У меня слабость к бирюзовому цвету волос. Вот. И вот представьте ее на другом, более взрослом теле. Мне кажется, у нее очень взрослое лицо. И при этом вот это юное тело. В общем, если закрыть тело, это очень классная кукла. Окрашивание волос. Она потрясающе. Я бы себе тоже такое хотела. Это мне не окрашивание. Вот. Поэтому она у меня есть. Возможно, когда-нибудь я ей сделаю другое тело. В общем, и она была последней из этого пакета. И самый последний. А, еще из этого пакета был Кен. Кен. Я так поняла, что это Кен Fashionistas. Вот. Возможно, у него не его футболка. Потому что, когда я смотрела выпуски Fashionistas, вот эти штанишки и, кажется, обувь была другая. И футболка. Ну, в общем, вот такой Кен. Лицо у него дурное. Вот. И он тоже пойдет на овак. И еще один у меня есть Кен. Это еще из первой волны. По-моему, мне он в довесок какой-то другой кукле достался. Или, возможно, вообще это не Кен. Ладно. Может быть, это Blaine. В общем, не важно. Ну, парень прикольный. Пляжный, симпатичный. Но совершенно другой. Сфокусируется или нет. В общем, у него классные глаза голубые. И вот мне нравятся и волосы. И самая последняя покупка вообще кукол в данный момент. И в коллекции Барби стала... Все знают о том, что вот-вот только что были скидки в детском мире. И очень многие приобрели вот ее по этим самым скидкам. Милли, которая из коллекции BMR. Я тоже побежала за скидками. И тоже сразу же раздевать ее за ее дурацкого аутфита. Потому что аутфит невероятно дурной. Вот. Это платье я сшила быстренько по мастер-классу с канала «Маленькие мечтатели». Вот. И цвет этот ей очень идет. Ее у меня зовут Ная. Ная означает «морская пена». Вот ее волосы мне очень напоминают морскую пену. По поводу волос. Я какое-то время подержу ее такой. А потом я хочу частично распрямить ей волосы. Чтобы они стали такими более крупными локонами. Чтобы они подлиннее и более крупными локонами. Но это попозже. Пока я хочу насладиться ей такой. Потому что, как видели в моей коллекции, таких кудрях нет. Мне повезло. Я заказывала ее онлайн. И кукла мне досталась ровная. С ровной печатью. Она вообще красотка. Скорее всего, она или какая-то водная принцесса. Нимфофея. Может быть просто русалка. Я не знаю. Сирена. Но она у меня, как я уже сказала, по подбору имени ассоциируется с чем-то морским. Вот. Вот, собственно, коллекция кукол Барби. На этом закончена в данный момент. И, надеюсь, это не последнее. Безусловно, мне еще хочется кукол Барби 90-х. И Барби Экстра новые мне нравятся. И мне хочется побольше русалок. Новые русалочки по фильму вызывают небольшие сомнения, конечно. Но посмотрим. Там видно будет. У меня... Я создала себе небольшой виш-лист. Вот он висит у меня перед глазами. И там есть Барби Русалка 2 из 90-х годов. Вот. Там есть Барби Пасхальная из 90-х годов. Из современных мне понравилась очень Барби Лукс. Пышка. Такая блондинка с красно-розовыми губами. Вообще просто крошика красотка. Потом мне нравится и виш-лист и висит Барби фашиниста с красными волосами. Все коллекционеры зовут ее Ариэль. Вот. Я тоже хочу. И если бы удалось ее пересадить, это вообще было бы супер. И еще у меня есть мечта. Не знаю вообще, она восполнится когда-нибудь. Нет. Безусловно, это не оригинал. Но хотя бы репродукцию. То есть самая первая Барби, которая появилась вот в полосатом купальнике. Я вообще обожаю ретро-евентаж и очень хотела бы хотя бы репродукцию. Но не представляю, сбудется ли когда-нибудь это. Хотела бы. Ну в общем пока как-то так. Поэтому мы с Ириной передаем вам пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем еще снимать видео. Следующее видео по плану. Если это видео наберет достаточное количество просмотров, лайков и комментариев. Ну хотя бы 20 комментариев. Вот. И хотя бы 100 лайков. Вот. То мы снимем видео обо всех русалках, которые у меня есть. Потому что, например, Рина тоже имеет костюм русалки. И в последних шорцах она там продемонстрировала, какова она в образе русалки. Вот. Потому что Рина русалка. И тогда мы снимем видео о наших русалках. Поэтому пока-пока.